Девчонки, всем привет! Это очередная и моя любимая распаковочка с Wildberries. Сегодня будут абсолютно разные товары, начиная от уходовых средств, заканчивая одеждой, поэтому будет очень интересно. Оставайтесь со мной, ну а мы начинаем. Первый товар это обувь, которая находится вот в такой вот черной коробочке. Так, обувь. Итак, здесь у нас... О, посмотрите, что это! Так, камера плохо сейчас фокусируется. Это вот такие вот супер милые ботиночки. Они у меня ассоциируются с какой-то овечкой, потому что здесь у них такой мягонький слой. Они на шнуровочке. Внутри у них тоже мягонький приятный мех. На первый взгляд, как мне кажется, качество у них очень хорошее. Как и люблю говорить, нитки нигде не торчат, значит все нормально. Это фирма Beauty Today. Не знаю, зачем они сюда написали, мне кажется, это не очень смотрится. Но в целом сама обувь просто супер классная. Как раз-таки на весну, мне кажется, такой вариант обуви очень идеально подойдет. Короче, хорошие. Далее здесь у нас вот такой вот пакетик. И, насколько я помню, здесь должно быть просто черное платьишко. Вообще, изначально я заказывала это платье от двух разных производителей. И на пункте выдачи уже примерила, для того, чтобы определиться, какое будет по качеству лучше. Потому что вот это вот платье такое более синтетическое. А там было, по-моему, что-то по типу хлопка. И вот оно выглядело не очень, потому что было похоже на какую-то ночнушку. Кому-то в отзывах, наоборот, не нравилась эта ткань. Но для меня она очень даже приятная. Она не мнется, что, конечно же, очень удобно, потому что я не люблю гладить вещи. В принципе, я заказала это платье, потому что мне понравился его необычный фасон. По-моему, сейчас такое очень даже актуально. И, конечно, это платье вообще не будет смотреться, если вы не будете использовать пояс. Потому что без пояса это просто какое-то бесформенное непонятное существо. Но вот когда вы завязываете, как бы немножечко так оформляете талию, это смотрится, как по мне, просто шикарно. Идем далее. И здесь у меня огромная голубая вещь. Помните, я вам говорила, что я просто обожаю одну вещь своего гардероба. И это вот эта вот розовая кофточка. И да, возможно, вы уже догадались, что я заказала точно такую же, только в другом цвете. Правда, от другого производителя, потому что эта кофта стоила, по-моему, 3,5 тысячи. А вот эта на тысячу дешевле. Я подумала, что будет интереснее ее именно протестировать. В чем дело? Что не так? О! В жизни цвет очень красивый, мне нравится. Почему-то камера его не так передает. Он такой достаточно яркий. Внутри есть флисовая подкладка, поэтому эта кофточка будет очень теплая. Я могу сказать, что в этой вещи очень комфортно и уютно. Я точно не жалею, что ее заказала. Правда, будьте готовы к тому, что вот эта вот внутренняя подкладка будет постоянно линять. И не надевайте желательно какие-то светлые вещи под эту кофту, потому что все обязательно на вашей светлой вещи останется. Несмотря на небольшие минусы в виде вот этого вот очень плохо закрывающегося замка, эту кофточку все равно рекомендую. Вот эти вот два товара я заказывала как такое комбо, потому что я планирую их носить вместе. И почему, вы сейчас поймете. Первое, что у меня есть, это топ. Хочу отметить очень приятную ткань и хороший пошив. То есть в местах, где есть какие-то сборочки, все прям хорошо сделано. И давайте сразу же откроем второй товар, потому что он чуть более интересный. Девочки, я запуталась. Ой, выпала. Я бы назвала это рукавами, но на самом деле это называется метенки. Мне показалось, что в сочетании вот с этим вот топиком это будет выглядеть очень нарядно, так празднично. Ну и просто посмотрите, как это шикарно смотрится в сочетании. Как я думаю, на низ можно надеть либо какую-нибудь черную юбку, либо брюки. Мою небольшую грудь этот топ очень хорошо подчеркивает. Метенки добавляют этому образу такую необычную изюминку. Тем более, вроде бы как это тренд 24 года. Они достаточно удобные, в целом не сдавливают руки. И я бы даже сказала, что они их визуально удлиняют. Так что эти товары рекомендую. Следующая покупочка из раздела уходовые средства. Это вот такая вот увлажняющая сыворотка от фирмы Glade. Я уже покупала от этого бренда сыворотку, только она была от прыщей. И сейчас решила взять еще какую-то такую увлажняющую. Поэтому давайте ее откроем, посмотрим на консистенцию. Очень хорошо, что ничего не пролилось. То есть хорошо все запаковано. Хочу отметить, очень ненавязчивый, но приятный аромат. На общем, также приятная, как будто бы даже немного охлаждает. Было написано, что она содержит в своем составе гиалуроновую кислоту, витамин С, масла. Поэтому думаю, что она должна хорошо питать, увлажнять кожу. Что зимой для моей супер шелушащейся кожи очень важно. И сделает ее более упругой. На первый взгляд, средство мне понравилось. Удобная упаковка. Буду тестировать ее в деле, но пока что рекомендую. И между делом напоминаю, что все ссылочки на товары я оставлю обязательно в описании. На очереди у нас какая-то миленькая, красивенькая коробочка. И я думаю, что вы никогда не угадаете, что там, пока я это не открою. Поэтому давайте это сейчас и сделаем. Я не знаю, зачем я постоянно приношу ножницы. В итоге просто все руками разрываю. Ну за коробочку, конечно, отдельный респект. Потому что она выглядит очень так празднично. Мне кажется, ее можно даже будет кому-нибудь подарить. Например, что у нас там скоро 8 марта. Та-да-да-дам. Это набор хлопковых трусиков. Хочу отметить очень симпатичные нежные цвета. Я вам их на себе, конечно, показывать не буду. В принципе, можете увидеть, как они сидят на теле по фотографиям. Резинка хорошо тянется. То есть не будет нигде давить. Я очень люблю белье из хлопка. Поэтому думаю, что эти трусики мне также понравятся в использовании. И получается, что у них цена за одну штуку менее 100 рублей. Что, в принципе, выгодно. Можно купить этот наборчик как дополнение, например, к основному подарку. Кстати, мальчикам на заметку. Поэтому советую. Далее у меня две одинаковые, очень красивые подвески. Только в разных цветах. Одна темная, вторая светлая. Я обожаю разную бюджетную бижутерию. В последнее время, конечно, больше люблю подвески. Потому что у меня очень напряженные отношения с сережками. У меня от них постоянно болят уши. Поэтому я даже сейчас их сняла. А вот подвески. Это, конечно, да. Это моя слабость. Это моя любовь. У меня их уже очень много. И как бы почти в каждой распаковке они у меня есть. В этот раз это золотая подвеска с безумно красивыми бабочками. В принципе, там были разные расцветки. Но я взяла прям такие самые базовые. А за свою цену они замечательно выглядят. Никаких нареканий по качеству у меня нет. Кому-нибудь подарок на 8 марта. Тоже очень хороший вариант. Лично я бы 100% обрадовалась. Кстати, из этих подвесок можно сделать, так сказать, парные подвески. Потому что я вот сейчас смотрю. У меня здесь черное и белое. И прям вот, знаете, так хорошо сочетается. И можно подарить, например, своей второй половинке. Правда, жалко, что уже прошло 14 февраля. Но, с другой стороны, это очень бюджетные подвески. Поэтому можно подарить их, к примеру, не на праздник, а просто так. Почему бы и нет? Я вообще думаю, что незапланированные подарки это лучше, чем подарки на праздники. О, девочки, этот товар я очень сильно ждала. Потому что я огромный любитель сумок. И как вы уже догадались, там будет сумочка. Недавно у меня мама купила себе вот такое вот бежевое платье. И мне оно тоже очень хорошо по размеру подходит. И поэтому, пользуясь случаем, я решила заказать к нему эту сумочку. Насколько я помню, она тоже была недорогая. В районе 1000 рублей. Неприятного запаха, на удивление, даже нет. Потому что обычно бюджетные сумки не очень приятно пахнут. А так, здесь нам положили еще ремешочек. То есть можно носить эту сумочку через плечо. Но мне такой вариант не нравится. Все-таки как-то я предпочитаю больше вот так вот. Честно, я думала, что у этой сумки будет качество хуже. Но мне она нравится. Никаких даже претензий, как будто бы у меня к ней нет. Внутри, правда, нет никаких дополнительных карманов. Это просто вот такая вот сплошная дырочка. Но, с другой стороны, для такой маленькой сумки, мне кажется, что больше и не надо. За свою цену однозначно лайк. Выглядит круто, поэтому советую. Еще одна большая черная коробка с новой обувью. Итак, здесь у нас должны быть кроссовки. Да, это они. Положили дополнительную пару шнурков, что приятно. Есть небольшой запах, но мне кажется, что так пахнет вся новая обувь. Я их заказала, потому что мне очень понравился их необычный дизайн. То есть у них такая широкая, чуть-чуть приподнятая подошва. Также очень красивая расцветка. Я обожаю просто светлую обувь. Я в целом люблю светлые вещи, но просто не так часто их ношу, потому что они постоянно пачкаются. Так как я не особо аккуратный человек. Обувь вроде бы мягонькая. Ходить в ней должно быть очень даже удобно. Не знаю, что еще сказать. Мне очень нравятся. Любые и не только спортивные образы эти кроссовки смогут дополнить. Поэтому моя вам рекомендация. Это вещь от бренда, который я обожала, когда закупалась вещами онлайн. Ой, точнее, офлайн. В общем, когда просто ходила в торговые центры и там выбирала вещи. Я обожала ходить в BeFree или в BeFree. До сих пор, правда, не знаю, как правильно он произносится. Здесь у меня вот такая вот футболочка. Очень приятного, такого нежного зеленого цвета. На футболке есть небольшая вышивка. У меня это размер XS, но при этом футболка оверсайз. То есть она очень-очень большая, свободная, как я ее люблю. Конечно, сейчас для меня футболки это не очень актуально. Зимой я их практически не ношу. Как всегда, этот бренд меня не разочаровывает своим качеством. Все выполнено замечательно. Следующий товар это снова топик. Только он уже белый и очень маленький, я бы так сказала. Он идет просто на каких-то вот таких вот резинках. 95% хлопка. Неплохая базовая вещь, подойдет под любой образ. Кстати, можно попробовать носить его вместо лифчика, потому что мне кажется, что он будет хорошо тоже грудь утягивать. Поэтому можно взять. Далее коробочка. Давайте ее откроем. И там ничего нет, кроме вот такой вот бумажечки с невидимочками. Потому что в этой коробке были вот такие вот бантики. То есть это просто две заколочки с ленточками. И мне они очень-очень сильно понравились. Кто смотрел мой недавний MS-лог, уже видели эти бантики. И уже слышали, что они мне понравились. В подарок нам просто положили 4 черных невидимки. Как дополнение к какому-нибудь нежному образу, эти заколочки очень хорошо подойдут. На фотосессию на праздник просто прекрасно. Предыстория этого товара, она как бы очень такая интересная. Я вам даже хочу ее сейчас рассказать. Короче, как вы знаете, я в 11 классе. И я ставлю нашему классу выпускной вальс. И у меня возникла такая проблема, что меня вообще никто не слышит. Меня это очень сильно раздражает на репетициях. Я не могу постоянно кричать. И поэтому я заказала микрофон. Честно, я не знаю вообще, будет ли он работать. Потому что это самый дешевый микрофон, который я смогла найти на Wildberries. Конечно, больше я его заказала просто по приколу. Потому что, ну, по факту, зачем он мне нужен? А так, здесь у нас какая-то небольшая непонятная зарядка. То ли что это? Так, как его вообще включать? Что-то откручивается. Качество у него, конечно, просто ужасное. Это какой-то дешевый пластик. Алло. Что делать? У меня, чтобы вы понимали, сейчас время час ночи. У меня все дома спят. А я вот с микрофоном. Я думаю, что его нужно просто подключить к телефону. Давайте попробуем. A few moments later. Я, короче, посмотрела две видеоинструкции, как он должен работать. Но почему-то, как бы, он особо никак на звук вообще не работает. Вот просто послушайте. Алло. 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 То есть, понимаете, звук какой-то, как будто... Алло. Алло. Короче, я не понимаю, каким работать. Возможно, я еще разберусь. Может быть, он будет как-то нормально функционировать. Но пока что это какая-то ерунда. Он еще не выключается. Я не знаю, сколько нажать на эту кнопку, чтобы она выключилась. Что это за фигня? Господи, что... Итак, девочки, я извиняюсь за такую резкую смену кадра. Просто снимаю этот фрагмент отдельно. Вообще, я как-то не хотела особенно освещать покупку следующего товара. Сразу же скажу, что это телефон. Но опять же, в этом вот влоге, когда вы увидели, что у меня появился новый телефон, многие просили об этом поподробнее рассказать. Где купила, что за телефон и так далее. Поэтому, как бы, пользуясь случаем, тем более, это очень в тему, потому что этот телефон я заказала на Wildberries. Я решила, как бы, показать это в этом видео. Короче говоря, это iPhone 15 Pro на 256 гигабайт в сереньком цвете. И да, пока я тут болтаю, на фоне у вас тут будет распаковка этого телефона. Мы это делали вместе с братом. Кто-то сейчас может сказать что-то по типу, ты что, заказала iPhone на Wildberries? Если ты потратила столько денег, тебе было не страшно. Я скажу так, в целом, мне было не страшно заказывать такую дорогую вещь на Wildberries. Потому что в прошлом году на Озоне я уже покупала iPad. И, как бы, там все нормально пришло. Он до сих пор работает. Как бы, все нормально. И поэтому для меня покупка телефона на этом маркетплейсе, в принципе, была не такая страшная. Кому интересно, у меня тут на обоях стоят вот такие вот милые котики. Телефон работает исправно, все нормально. Я проверила по серийному номеру. Там, как бы, все сошлось. То есть, как бы, он оригинальный. Для телефона я заказала также два вот таких вот чехольчика. Первый это вот с такими вот сердечками. Он у меня совершенно новый. Я его еще вообще ни разу не надевала. Поэтому можно даже сделать это прямо сейчас. И второй чехольчик, с которым я хожу уже две недели. Просто такой прозрачный и с отсеком для карточки. Вот, в принципе, как-то так. Думаю, что на этом это все, что я хотела вам рассказать про телефон. Если вдруг захотите, то я, наверное, тоже на этот телефон оставлю ссылочку и артикл в описании. Потому что, в принципе, я хочу выразить благодарность этому продавцу. Если что, это не реклама. Как бы, правда, телефон доехал в целости, сохранности. Все-таки, реально, это не маленькая сумма. И все равно немножечко я, конечно, переживала, как он там приедет. Но все обошлось. Ну что, девчоночки, а на этом эта распаковочка подошла к концу. Пишите в комментариях, какая вещь вам понравилась больше всего. И чтобы вы себе заказали. Но я вас всех очень сильно люблю. Увидимся в следующих видео. И всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok